Порядок, как в аптеке. Именно так можно сказать про обновленную лыжную базу, которая официально открылась зимой прошлого года. Однако достойный ухоженный вид обрела только этой осенью. Инвентарь по стойке смирно, ботинки один к одному, сияющие чистотой помещения. Впрочем, увидеть все это вы сможете сами. На лыжной базе побывала моя коллега Татьяна Журавлева. Будет ли зима в Заполярье? Этим вопросом задаются жители автономного округа. И с каждым днем сомнений меньше не становится. Как бы там ни было, к обильному снегу, крепким морозам, вьюгам и метелям. Мы готовы. Более того, в Ярсале зиму ждут и больше всего спортсмены. Лыжная база при детско-юношеской спортивной школе «Лидер» уже открыла свои двери и работает в полную силу. После капитального ремонта лыжную базу не узнать. Жить можно, говорят все, кто уже побывал в новом интерьере. Во-первых, уютно и тепло, как дома. Во-вторых, после тяжелых тренировок можно помыться. Есть душевая кабина. Здесь, кстати, еще теплее, чем в основном помещении. Раздевалки женская и мужская в полной готовности. Могут принять до 20 спортсменов каждая. Что касается оснащения лыжной базы, оно также не вызывает вопросов. Мы берем лыжу, крепим. Есть специальная нащелка, чтобы лыж не жалкость. Леонид Ларьевич Серпева – спортсмен с большой буквы. Он и его сыновья Эдейка и Валерий на протяжении долгих лет являются бесспорными лидерами в соревнованиях по лыжным гонкам, как районного, так и окруженного уровней. Кому, как не им, преподавать данный вид спорта детям. Едко-юношеская спортивная школа «Лидер» с удовольствием доверила им это ответственное дело. Занимаюсь с детства, можно сказать. Отец занимается, всю жизнь занимался лыжным спортом. И потом меня уже тоже привлек. До сих пор у меня осталось это увлечение. И попалась возможность, устроился. И очень нравится работа. У новых тренеров горят глаза. На работу буквально бегут. Еще очень кстати, что руководство школы поддерживает во всех начинаниях. Создает условия для эффективной тренерской работы. Недавно приобрели еще эспандеры для толчковых движений руками. Затем тренажер для отработки конькового хода. И сейчас еще планируем приобрести, руководство приняло решение приобрести еще пару тренажеров. Для обработки тоже опять рук. Но эти тренажеры уже, можно сказать, на них тренируется сборная России по биатлону. Профессиональные? Да, профессиональные. Очень хорошие тренажеры. Лыжная база, начиная с сентября, стала местом для тренировок. Сюда приходят ребята, записавшиеся в секцию лыжных гонок. На сегодняшний день в списке занимающихся около 50 начинающих спортсменов, которые не терпятся встать на лыжи. Набор в секцию продолжается. Записаться могут дети с 1 по 11 класс. Наставники предупреждают, что этой зимой ребят ждет множество соревнований. Увеличится ли количество соревнований у нас в Ярселе? Всех вопрос этот интересует, волнует. Я считаю, да, увеличится, потому что сейчас очень идет большая поддержка администрации лыжному спорту. Раньше не так сильно поддерживали, сейчас очень поддержка большая. Будем устраивать, я думаю, ежемесячно даже. Сейчас уже в ноябре будем, в конце ноября, допустим, уже потом декабрь, декабрь пойдет. И уже чтобы дети уже, как бы, было бы такое первенство, как бы, можно сказать, соперничество, чтобы вырабатывалось. И там уже, как бы, привыкали к соревнованиям. Для взрослого населения отметим, лыжная база будет открыта для всех. Взять лыжи на прокат не заставит труда. Кроме того, будьте уверены, инвентарь к прогулкам будет подготовлен на 100%. Еще этой зимой по периметру поселка появятся лыжни для конькового и классического хода. Необходимое оборудование для этого закуплено. Татьяна Журавлева, Дмитрий Конышев, Новости, Люди, События, Факты.